Видео подготовлено сайтом онлайнгдз.нет Всем привет и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 153. Для поездки за город работникам завода было выделено несколько автобусов с одинаковым числом мест в каждом автобусе. В лес поехали 424 человека, а на озеро 477 человек. Все места в автобусах были заняты, и ни одного человека не осталось без места. Сколько автобусов было выделено и сколько пассажиров было в каждом автобусе? И давайте для начала узнаем, сколько пассажиров было в каждом автобусе. 424 человека уехали в лес, то есть несколько автобусов взяли, абсолютно одинаковых, с абсолютно одинаковым количеством мест, посадили туда людей, и оказалось, что там 424 человека помещается. И 477 уехали на озеро, взяли другое количество тех же самых автобусов, с тем же самым количеством мест в этих автобусах, и туда поместилось 477 человек. Ну, а так как число мест в каждом автобусе было одинаковым, то чтобы узнать, сколько пассажиров помещалось в каждый автобус, нам нужно найти такое число, на которое бы делилось и число 424, и число 477. То есть, на самом деле, нам нужно найти НОД, то есть наибольший общий делитель этих двух чисел. Будем искать наибольший общий делитель числа 424 и 477. Для этого сначала разложим на простые множители число 424 и число 477. 424 – это 2 умножить на 212. А 212 – это 2 умножить на 106. А 106 – это 2 умножить на 53. Ну, а число 53 – простое число, поэтому мы закончили разложение числа 424 на простые множители. Теперь 477 нужно разложить на простые множители. Число 477 у нас делится на 3 по признаку делимости. Давайте поделим. Берем по 1, 4-3, 1, 7-ку сносим. Теперь берем по 5. 15, 17-15, 2, и 7-ку сносим. По 9 берем. 27-27, 0. То есть 477 – это 3 умножить на 159. Опять делим на 3. 159 на 3 – это 53. И закончили тоже раскладывать число 477 на простые множители, потому что 53 – простое число. Это можно посмотреть в таблице простых чисел, которые есть на формирации учебника. И смотрим, какие у нас простые множители встречаются и в первом разложении, и во втором разложении. Только число 53 присутствует там и там. Поэтому наибольший общий делитель этих двух чисел – это число 53. То есть в каждом автобусе 53 места. То есть в каждом автобусе у нас помещается 53 человека. Поэтому на второй вопрос мы с вами ответили. В каждом автобусе было 53 пассажира. Теперь нам нужно ответить, сколько автобусов было выделено всего. Для этого нужно узнать, сколько в лес уехало автобусов, а сколько на озеро. Но так как у нас известно общее количество человек и сколько человек в каждом автобусе, то если мы общее количество человек поделим на количество человек в каждом автобусе, мы как раз получим количество автобусов, которые уехало для начала в лес. Если посмотреть на разложение числа 424 на простые множители, то это 2 умножить на 2 умножить на 2, 50 и умножить на 53. Поэтому 424 деленное на 53 – это будет 2 умножить на 2 умножить на 2, то есть 8. 8 автобусов уехало в лес. А если мы 477 разделим на 53 и смотрим на разложение, 477 – это 3 умножить на 3 на 53, поэтому 477 деленное на 53 – это будет 3 умножить на 3, то есть 9. И получаем, что 9 автобусов у нас уехало на озеро. Ну и чтобы узнать, сколько всего было выделено автобусов, нужно прибавить это количество. Получается 17 автобусов было выделено. и ответили на оба вопроса 17 автобусов и 53 пассажира в каждом автобусе у нас было. Задачу 153 мы с вами решили. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. И вопросы о предложении или пожелания, подписывайтесь на наши группы. нам надо сказать — Продолжение следует...